Икона начинается с молитвы и заканчивается освящением молитвы. На Чукотку иконостас делали практически два года без перерыва. Эту икону привезли, она вся сыпалась, потому что вытащили ее из, по-моему, бочка с квашеной капустой. Подать в прелесть, как бы это самое, себелюбие, это грех. Икона вообще – это молитва в красках, нужно готовиться. Раньше традиционные иконы писали только монахи. Икона начинается с молитвы и заканчивается освящением молитвы. Перед тем, чтобы уже уйти в люди, в мир, занять свое место в храме или у какого-то, скажем, человека на домашнице, к иконостасике. У нас студенты обязательно перед началом работы предначинательную молитву делают, совершают, посещают и храм, и как положено, все тому, что иначе нельзя. Сергей Потрахин – художник-живописец и график, заведующий кафедрой иконописной школы при Омской духовной семинарии, член Союза художников России. В 2005 году был награжден медалью преподобного Сергия Радонежского первой степени за изготовление внутреннего убранства Кафедрального собора Святой Живоначальной Троицы в городе Анадыре на Чукотке. Его работы находятся во многих храмах, музеях и частных коллекциях – России, Англии и США. Здесь работы у меня в начале 90-х годов, потому что там есть байкальские работы, я был в 90-91 год. И как бы вот эти работы экспериментальные такие, они какие-то были, тема космоса меня такая тревожила вселенной. Какие-то там, скажем, духовные поиски такие уже шли. Я как-то был на рыбалке, возвращался с ртыша, там как раз от начала лета, большая вода, и лебеди полетели над ртышом. И вот как-то там этот мотив запомнился. Ну, я из него такой, конечно, пофантазировал, делал образ. А так, допустим, вот и артынка такая вечерняя, такая тихая, спокойная лесная речка. Чувствуешь просто вот выгодный вид, выгодный мотив. Из этого можно сделать что-то такое интересное. То есть не просто самому себе, а чтобы зритель увидел и тоже как бы торкнуло по душе, как говорится. Я всю жизнь в профессии, в творчестве. Наверное, чтобы что-то получалось, то, что меня как бы это устраивало как художника, что я что-то смог свое выразить, что-то сделать. Иконы иконами, как бы, да, но работаю еще и как художник светский, пейзажист. Езжу по стране, по родине нашей. Чувство того, что что-то получилось, что жизнь, она вот уже как бы к 70-ти бежит уже, да, а вроде бы и, ну, и не зря прожил, так что что-то оставил. В 80-е я когда пришел как бы на худрав, я пытался писать большие холсты, там прямо серьезные картины такие. Вроде получалось, но на самом деле понял, что моя-то тема, это вот такая камерная, миниатюрная, небольшого формата работы. В этом я могу себя проявить более профессионально, нежели в каком-то метр на два, скажем, пейзаже, который, ну, пишешь-пишешь, а потом... Поэтому я вот ушел в эту графику такую уникальную, то есть как бы в темперу именно. Когда люди приходили в мастерскую, некоторые говорили, ой, это откровение, это у тебя получилось. Причем люди такие авторитетные. Понимаешь, что так уже не сделаешь уже. Потому что там какая-то легкость была, какая-то, скажем, вот, незамученность. Город я как-то, ну, писал, ну, не так, чтобы часто, потому что в основном с претензией на какую-то тематическую экспозицию, допустим, там городская выставка какая-то, комско привязанная. Ну, или в салон сдать, допустим, там, скажем, чтобы пейзажи комские купили. Вот. А так я больше люблю, конечно, чистый пейзаж, наши просторы, леса, поля. Город, он немножко, вот он, от него устаешь. В городе как-то сидишь там с утра до вечера в мастерской, выйдешь опять, толпа народа там. А так, если, допустим, вот в деревне, вышел, пошел, в лес прогулялся, там, птичек послушал, хорошо, в душе спокойнее становится, и какие-то идеи возникают творческие. У меня вот в Мурцовском районе домик такой, как бы летний сейчас вариант, деревня Артын, там красивые места, там, тайга такая уже, бор. А так по Сибири я путешествовал, это Саяны, Хакаси, Алтай, там, Венкия, на сплавах хорошо, на речках-то всяких, бирюса, там, тунгуски всякие, где, как говорится, и рыбу ловишь, и красоты видишь, рисуешь там. В прошлом году был тоже в Артыне, там, побегал, как говорится, вокруг деревни. Вот такой мотив начал, и как-то вроде бы уже завершил, а вот сейчас вот кажется, что-то надо поправить. Я иногда делаю быстро, скажем, за два-три дня работу, а иногда несколько лет, то есть вот она стоит, отстоялась, что-то я дорабатываю, ну и в конце концов сказал, что все уже готово, оформляешь уже, и как бы на выставку там. Так, контрольный выставил, как говорится, Наталья Ивановна. Как поднялась? Немножко штрих, это самое, которое рыхловато, не ставит. То есть штрих в гипсах он по форме более конструктивно движет. С 80-го года преподавал на художественно-графическом факультете, преподавателем живописи, на кафедре живописи был. Ну и благополучно строил карьеру своего художника, и живописи, и графика, работал маслом, темперой, пастелью. И тут случился такой 88-й год. Был у меня такой значимый. Я, во-первых, в это время вступил в молодежное объединение Союза художников, персональную выставку свою сделал в институте нашем, съездил на творческую дачу в «Горячий ключ». И это был год, тысячелетие крещения Руси. И на кафедру какой-то дядечка принес иконку старую. По-моему, это была какая-то казанская богородица. Ну и попросил отреставрировать. Все как-то так засмущались, а мне это стало интересно. Ну и я так смело взял это в руки, как говорится, обещал, что что-нибудь сделаю. Ну, усыпалось, надо было там тонировки делать. А знать-то я это не знал. Поэтому я для начала пошел в библиотеку Пушкинскую, засел там недели на две. Искал литературу специальную. Слава Богу, было там что найти. Там были институты грабаря, какие-то научные, скажем, труды. Их выдавали в читальный зал преподавателям. Стал изучать, ну и понял, что, в общем-то, дело-то серьезное. И так просто за это дело браться не стоит. В 90-х я был свободным художником. Начал писать потихоньку иконы. Стал ходить в храм, церковляться. Ну а в 94-м году была такая галерея мирживописи. И там предложили сделать школу философских искусств, так называемых. То есть там один преподаватель вел, допустим, в школу восточных. Индия там, эти все эти, индуизм для своих. А я вел в школу православные иконы. Ну мы год так поработали, посуществовали под крылом Министерства культуры. Потом там с финансами все как-то так тихо заглохло. Время было сложное. Кооператоры появились. И они решили вот для нашей Омской епархии делать такие небольшие сувенирные складнички. Я как раз пришел на кафедру владыка Феодосий. И мне предложили сделать этот складень. То есть ну как бы не икону, а просто вот там по центру была Абалацкая Божья Матерь, которая вот на Тарской подокладнице такая есть. Их потом отфотографировали. Вот сделали на фанере на толстой эти вот складнички. До сих пор где-то они гуляют. Мне, кстати, года два назад принесли на реставрацию уже такой складень. Когда мы начинаем какую-то, скажем, допустим, икону какого-то святого или, скажем, новомученика писать, обязательно нужно изучать жития. То есть знать биографию, особенности, скажем, вот истории этого воцерковленного и колонизированного святого. Странно будет писать, не зная то, о чем ты пишешь. Ко мне на стол, как к реставратору, на такие редкие иконы попадались. Месточтимые, допустим, или какие-то редкие византийские иконы, греческие. У них свой набор святых, таких почитаемых. Обязательно нужно быть в теме, чтобы написать, допустим, новомученика какого-то. Дают фотографию, там уже начинаешь как бы... Чтобы и сходство было, и чтобы, в общем-то, стиль, скажем, вот такой традиционный, иконы сохранить. Самый-самый золотой, скажем, век нашей иконы, 15-й, ну и 16-й немножко. Вот он дал те образцы, которые как раз вот и нужно которым следовать. А вот эта западноевропейская стилистика, она как бы, ну так, все-таки ближе к католицизму, ближе к религиозной живописи, к картинке, скажем, вот... Я не умоляю достоинств, допустим, там Италии, Нидерландов, где там... Хорошо писали, скажем, фигуру человека, но это живые люди, это немножко не в нашей традиции. Ну вот иногда нужно пойти на компромисс, пожертвовать, может быть, немножко сходством, но добавить больше какое-то настроение души, потому что, как правило, новомученики, они пострадали за веру в наш уже век прошедший. И делать его как бы, ну, портретная какая-то вот такая фотография, нелогично. Все равно дух подвижничества, дух страдальца, он всегда, скажем так, должен быть в иконе. Но, как правило, там атрибуты, это цвет одежды, допустим, вот красный цвет мученичества, крест. Ну, нимб, естественно. Понятие канона, допустим, который предполагает, скажем, вот набор компенсационный определенный, там, колористику, скажем, поворот фигуры, это все как бы, ну, такой рабочий план, скажем, да. А как это сделать? Все иконы, они все равно по-разному пишутся, в зависимости от уровня мастерства иконописца. Смотришь, вроде бы все правильно написано, а вот какая-то в ней, ну, такая избыток ремесленности. Вроде все правильно сделано, а души нету. Есть вообще свод правил иконописца. Быть не злобливым, не скандальным, чтобы с добрым намерением писал икону, с хорошей мыслью. Поэтому, допустим, если чувствуешь себя не очень, скажем так, по здоровью комфортно, лучше в это время, как бы, за кисточку не браться, что-нибудь там, доску построгать там или в кассик поделать. Если это какой-то заказ, отношение с заказчиком, я, если что-то меня не устраивает, я просто заказчика, вот так, несколько, не торопитесь, я пока работаю. Ну, я довожу до того состояния, потому что, в принципе, все можно поправить, что-то, если не получилось и как-то странным кажется. Тут лучше отставить, подождать, и она сама, как бы, потом ошибка вылезет. Есть такое понятие замыливания глаза. То есть работаешь, работаешь много, а, как бы, потом перестаешь видеть какие-то нюансики. Вот это и в светской живописи, скажем, это и в иконописи, естественно, тоже проявляется. Просто больше времени уходит тогда на поправки. Ну, так, чтобы вообще, как бы, вот, что-то не получилось, а ты это отдаешь, я такого не помню, чтобы со мной случалось. Есть икона, которая совсем, как бы, вот, скажем, какой-нибудь безрукий человек пытался делать, но совсем не получилось. Такие просто не принимают. Я помню, когда вот мы в этом Питере, ну, тогда еще в Ленинграде, 94-й год, приехали на монтаж только Анастасика в разлив этот, и какой-то художник из Ленинграда приезжает, и вот на кусках, филенках дверей, там, ломают же в Питере, выбрасывают на помойку. Он взял и написал там несколько таких образов в духе то ли Матисса, то ли, как говорится, Пикассо, ну, типа того, что батюшки – это вот икона. Думаю, да вы что, родной, я, говорит, такого не могу принять храм. Иди куда-нибудь на выставку с этим, это не икона. То есть есть понятие, соответственно, требованиям и эстетическим, и религиозно-православным, что это должно, так сказать, отвечать каким-то требованиям. В семинарии тут все у нас строго, и вообще у каждого верующего посты соблюдаются. Обычное такое, скажем, время, когда пост только по среда и пятница, ну, это само собой. А так, если постоянно поститься, ну, как бы, не знаю, это вот у нас были этапы, допустим, вот уже серьезных объектов, когда мы на Чукотку и Коностас делали практически два года без перерыва. Если в это время Никушки чего-то, наверное, сил бы не хватило. Мне говорят, самый крупный вот за Уралом деревянный храм. И вот этот владыка Диамита, он попросил, чтобы сделать голубые фона на иконах. До этого, как бы, ну, это редкое такое, скажем, достаточно по колориту явление, то есть голубофонные иконы. А тут, ну, то, что Чукотка, зимой все белое, лето все такое тоже там серо-ахристое, особенно все бесцветное. Этот лиман серый, свинцовые воды текут в океан. И вот, чтобы какой-то праздник был в этом деревянном теплом храме, он попросил, как раз, эти вот такие голубофонные. Мы вроде сначала как-то посомневались там, да, но получилось в итоге достаточно действительно интересно. Храм такой душевный. Одно дело, что он полностью там деревянный сруб, это тёплый такой интерьер. Ну, и там резные иконы, и как бы вот иконостас такой очень нарядный получился с резьбой, с голубыми фонами. Это вот за Анадырь, за Анадырьский кафедриальный собор в московской епархии вручал нам владыка Диамид и заместитель Абрамовича, губернатора Чукотки. Тогда он там был. Первый был такой очень значимый объект, который мы сделали в 2003-2005 годах, это всё было. Два раза были там на монтаже. Но почували, что у нас страна бескрайняя, когда летишься, там от Москвы до Чукотки, там 9 часов на самолёте, и всё вокруг там, с одной стороны Ледовитый океан, с другой стороны тундра. В принципе, за всю свою, скажем так, иконописную биографию где-то порядка 10 храмов оформлено, и некоторые храмы были там, где не по одному иконостасу. Золото, вообще-то, как бы как символ в иконе, это цвет нетварный, то есть свет, который не создаётся человеком, создаётся Господом Богом. И поэтому, как правило, золото в иконе в лучшем случае – это нимб. Ну, бывают полностью золотофонные иконы, как бы большие, скажем, по формату, золочения. Это создаёт определённое настроение, торжественность. Ну, а в храме, допустим, когда, скажем, вот такие кадилы там коптят, немножко свечи там, создаётся такой дымок, там всё это, ну, дышит как бы вот таким живым, живой атмосферой какой-то такой. И золото работает, ну, как источник такого освящения, радости. Ни с чем не перепутать вот храм именно православного такого решения с каким-то молельным домом там у евангелистов, где пустые стенки и просто текст. Иконы приходят разные, конечно. Тут недавно бабушка приносила иконку, ей досталась она от бабушки, фамильная вроде как реликвия, и хотела восстановить, там кое-что посыпалось. Я смотрю в микроскоп, смотрю как бы внимательно. Это просто литографская бумажка, наклеенная на доску, но тем не менее это всё равно икона. Это память о родственниках, ушедших давно уже. И к ней такое же отношение, как вот и, скажем, к иконе рукописной. Я там подчищаю с краешку как бы вот на полях надпись эту. Сразу видно, что типография Сытина, 905 год, благословение Синода. Эмульсия, яичный желток, да, с кислой водичкой, с вином можно, кисленьким там, квас какой-нибудь. Вот. И всё это покрывается потом, в конце концов, олифой. Ну, олифы сейчас, конечно, многие боятся, потому что олифа, лак хороший, но лет через 15-20-30 начинает темнеть. Она чернеет так, что там уже изображение пропадает. Ну, и там либо расчищать, либо переписывать. Материалы есть, а всякие разные. Там акрилы там очень такие хитрого свойства. Вот. Для стенописи есть, допустим, сейчас силикатные краски, а-ля там аллигатор-крокодил, или кайманли, которые как бы имитацию фрески дают. Но я смотрел, как это в итоге получается. Ну, как-то немножко всё-таки эта вот искусственность настораживает. Иногда иконы поступают совсем, скажем, в таком уже виде 100-200 лет назад. Её просто сожгли бы в церковной печке тогда. Вот у нас недавно где-то в сарайчике, в каком-то мусоре под землёй нашли икону Николая Чудотворца. Там чёрная плесень, там всё смыто, там почти ничего не видно. Но вот я говорю студентам, может быть, оставим её так? Нет, мы хотим её восстановить. Но ради бога, это такая хорошая школа, это хорошая практика для того, чтобы понять вот все сложные аспекты реставрации. Есть такая очень редкая для Сибири техника. Мне эту икону привезли из Нижегородской области, вот та самая хохлома знаменитая. И оказывается, что хохлома уже пришла после икон. В тех местах по Волжье были ссыльные вот эти старобрядцы, и у них не было, естественно, там и золота сусального, и материалов каких-то. Они придумали вот такую технологию, когда по левкасу иконному покрывалась олифа, и на отлеп шла как бы серебром, полностью покрывалась доска. Потом опять же олифы покрывали, в печке это всё где-то поджигалось, там где-то температура 120-140 градусов, вкалилась она, и получался такой имитирующий золото фон. Ну вот эту икону привезли, привезли её в пакете, она вся сыпалась, потому что вытащили её из буквально, по-моему, бочка с квашеной капустой, мне сказали, что там как гнёт использовали. То есть левкас весь поплыл, буквально дуниши, мог осыпаться. Приходила реставрация такая икона Отечества, то есть Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Младенец. Они как бы не канонические, они не одобрены церковной практикой. Так же, как была, скажем, запрещена в своё время икона символическая, со всякими сложными символами, вплоть до того, что какие-то элементы масонства находили. Тем не менее, они где-то вот всплывают, потому что, ну, может быть, у кого-то рука не поднялась. Такие иконы раньше сжигали, еретические так называемые. Вот у нас такой проект «Единое духом». Это президентский фонд культурных инициатив этого года грант. В разное время к нам пришли просто вот с Малороссии, это с Новороссия, вернее, три иконы, ну, разного уровня, разного как бы степени сохранности. Всё-таки Новороссия близкая к Западу, там икона, написанная маслом. В духе традиции всё-таки реализма, от близкого там, это вот, скажем, к итальянской аля живописи. То есть характерно, как раз, для этих мест. Они приходили к нам, эти иконы, с переселенцами вот в начале 20 века, это вот Столыпинская реформа. И, кстати, таких икон много тут вот как бы у нас в области встречается. Поэтому вот будет осенью крестный ход у нас. По-моему, 4 ноября, Дню Народного Единства, вот в Снаханах должен быть передача этих икон. Каждая икона относится как-то вот к ребёнку, который выпускаешь в люди, в мир. Что-то получалось лучше, что-то мы сейчас бы, казалось бы, переделывал. Ну, знаете, самое такое острое ощущение, когда вот ты видишь, как вот там на освящении Иконостаса в Анадыре, в том же, мы стояли там в сторонке, так тоже молились, например, дедушка встаёт на колени перед твоей иконой, целует её и молится. И вот это так, это, в общем-то, душевно. Чувствую, что ты тут тоже проявил себя немножко. Хотя, в принципе, мы работаем тому, что вот без авторства, Господь Бог, как говорится, что нам даёт, а мы это уже как бы транслируем. Впадать в прелесть, как бы, это самое себелюбие, это грех такой, наверное. Ну, бывает иногда, вот понравится. Особенно вот когда уже, скажем, если большой какой-то иконный ансамбль, типа вот Иконостасов, как мы делали. Второй объект у нас в Калачинске был, сейчас он тоже кафедральный собор. Огромный, конечно, по интерьеру. Трёхчастный иконостас высоченный, там больше сотни икон где-то тоже, мы лет пять, наверное, его делали. И вот так вот смотришь потом, когда думаешь, неужели всё это я когда-то записал. Субтитры создавал DimaTorzok